Занятия начались! Брат, я надеюсь, ты не в обиде, что я... Да как говорится, засиделся уже. Давай шляпку снимай. Передавай. Просто было повеление сверху готовиться к занятию. Но я, насколько смог, приготовился, так что не судите. Аллилуйя, ты настоящее чадо. Виктор Андреевич, ты настоящий брат чадо. Значит, мы сейчас изучаем послание апостола Павла к римлянам. Прежде чем говорить о том стихе, на котором мы остановились, я хочу как бы немножечко вернуться к истории, на которую нас брат Игорь все время подвигает. Историю создания, написания вот этого послания апостолам Павлом. Виктор Андреевич, я хотел сказать, что подвигаю чем? Подвигаю то, что Игнатий Игнатьевич очень замечательно сказал слова. Определение любого... Сестры, сестры, внимательно сюда, слушай. Определение любого исторического события в Евангелии, любого лица любого события. Следующее. Запоминаем. Первое. Кто сказал? Второе. Кому сказал? Третье. Когда сказал? И четвертое. Зачем сказал? И вы будете настоящими православными христианами. Вас ни в баптизме никто не удержит, ни тем более в яговизме. Вы будете стремиться к правде. И тогда в заповеди блаженства, о правде там написано, заповеди блаженства, это будет только вас касаться. Потому что все остальные деноминации, они до конца не идут. Им историческая правда, она не нужна. В каком году там Первый Вселенский Собор? Церковь, а просто постановили баптисты, прямо в книге записанного, деленных баптистов, когда с ними беседовали, они достали книгу, у нас написано. В 431 году состоялся, в 431 году состоялся Третий Вселенский Собор, на котором церковь перестала существовать. Потому что Деву Марию назвали Богородицей. Точка. Все. Церковь, они перестали ее сразу считать за церковь. 431 год, запомните. Поэтому попробуйте теперь с баптистами разговаривать, начать говорить о каком-то V веке, о VI они скажут, а нам зачем? А I век, так давно было, там скорее всего все неправда, раз вы до такого докатились. Все. Кто сказал, кому сказал, когда сказал, зачем сказал. И по слову Божьему. Начиная с Ветхого Завета, ничего выбрасывать нельзя. Вот сейчас брак будет это нам считать. Слава Христу. Вот я когда стал готовиться, я понял, что мы доросли до того уровня, когда нам уже история, то есть Библия Лопухина, уже нужна. Раньше-то мы говорили о том, что да это такое там мудрое толкование, там много, значит, воды и всего прочего. Но вот я понял, что нам, когда давали, когда мы изучали священное писание вот в университете, все под запись, да, нам Игнотиксин давал квинтэссенцию, то есть азы православной веры, вероучения и толкования святых отцов. Но он так коротко и сжато давал нам это, и мы под запись это записывали. Теперь уже пришло время, когда мы должны немножечко расширять границы своего познания, вовлекая в том числе то, что сейчас нам брат говорил, исторические данные, они тоже важны. Брат сказал слово азы, чтобы никто не понимал, что азы это только начало. Как вы знаете, книжечки есть православные, первые шаги в храме, и там начинают, как подошел к амвону, как поклонился, сколько поклонов, как там крестное знамение, это не об этом речь идет. Нет, конечно. Азы, он сказал, квинтэссенция, то есть это концентрация всего. Ну, допустим, как мы говорим, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И все понимают, Троица, да? И все. А теперь как понять Троица? Да никто не понимает, что как Бог имеет три лица? Никто не знает. Это концентрация. А теперь начинают наши святые братья, святые отцы, нам рассказывать это. И рассказывают, понимаете? Рассказывают, пытаются донести. Но, вот это наипервейшее. Мы должны знать, что Бог в трех лицах един. Это все знают из нас. Правильно? Все знают? Вот это вот называется азы. Хотя на самом деле это не азы. Да, это уже не азы, конечно. Я употребил это слово не совсем удачно. И потом, вспомните, когда на занятиях Царю Небесной, сколько полгода, Игнат Тихонович объяснил, одну молитву. Почти два года. Ну, и теперь вернемся к нашему Евангелию. К нашему Евангелию. К Новому Завету. Послание апостола Павла. Оно обращено к христианской общине столицы империи. Римской империи имеется в виду. Состоявшей в основном из обращенных язычников. В том числе из-за того, что император Клавдий около 50-го года изгнал всех иудеев из Рима. Если целью прочих послания апостола было уточнить те или иные аспекты вероучения или поддержать их вере колеблющихся, поскольку основное содержание Благой Вести было преподано Павлом при личном общении, то послание к римлянам в значительной мере является сокращенным изложением учения апостола. Большинство библеистов полагают, что послание к римлянам написано около 58-го года. Скорее всего в Коринфе. За несколько лет до прибытия Павла в Рим на суд Кесаря. Язык послания очень характерен, ярок и выразительный. Оно надиктовывалось, это послание, апостолом Павлом и записывалось его учеником Тертием. Главы со 2 по 7 посвящены теме отмены исполнения Моисеева закона для вошедших в церковь язычников. Апостол Павел приводит подробные доводы в защиту и решение апостольского собора в Иерусалиме, о необязательности соблюдения закона для крещенных язычников и рассуждает об оправдании верой о грехе и о законе. В главах с 9 по 11 речь идет об Израиле, отвергнувшем в основной массе благую весть о Христе и язычниках, принявших эту весть. Несмотря на ожесточение Израиля, апостол предвидит его обращение ко Христу после того, как в церковь войдет полное число язычников. И надо благодарить Бога, что Господь еще дал нам возможность, что мы еще можем войти в это число. И вошли, я надеюсь, вошли в православие и имеем теперь возможность обрести вечное спасение. Заключительная часть послания содержит наставление римской общине. 14 глава целиком посвящена вопросу о том, можно ли христианам есть мясо, купленное у язычников, если есть вероятность, что оно идоложертвенное. Апостол делает акцент не на факте идоложертвенности пищи, а на невведении ближних не скуде соблазн. Вот такое введение, напоминание, как было создано, как было написано послание апостола Павла к римлянам, в какой исторической ситуации и о чем, каково содержание, короткое содержание этого послания. Теперь, я думаю, есть смысл вернуться еще нам к 15-16 стихам, которые мы в прошлый раз разбирали, но здесь некоторое, вот неувязка я обнаружил, значит, здесь вот, сейчас мы об этом будем говорить, что толкование на 17 стих дается, а толкование, как бы вот, толкование на 16 стих написано после цитирования 17 стиха. И получается, когда начал читать 17 стих, толкование, оно не состыковывается. Поэтому, я думаю, что мы вернемся к 15-16 стиху, вспомним, о чем мы говорили в прошлое занятие, и продолжим следующие стихи, четыре следующих стихов. Итак, к римлянам 15-я глава с 15-16 стихи. Но написал вам, братья, с некоторой смелостью отчасти, как бы в напоминание вам, поданное мне от Бога благодати. Быть служителем, какой благодати? Быть служителем Иисуса Христа у язычников, и совершать священно действие и благовествование Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. И сразу параллельные места. Исайя 66-я глава, 19-й стих. Цитирую. «И положу на них знамения, и пошлю из спасенных от них к народам, фарсис, к пулу и луду, к натягивающим луг, к тубалу и овану на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей. И они возвестят народам славу мою». И второе параллельное место. Деяние 9-я глава, 15-й стих. Но Господь сказал ему, Ананий, когда Ананий был послан к Савлу, еще не Павлу, значит, он ему сказал, Господь сказал ему, «Иди, ибо он есть мой, Павел, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое преднародами и царями и сынами Израилевыми». И толкование Феофилакта Болгарского на 15-й стих. На слова. «Но написал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам». Римляне пользовались уважением и были весьма надменны, поэтому врачует их, когда говорит, писал с некоторой смелостью, ибо словом этим сильно сокрушает их, но и этим не удовольствовался, а присовокупил еще отчасти, то есть несколько и вкратце, потом не как получающий, но как бы в напоминание, то есть слегка напоминает, то есть бережо относясь к чувствам этих братьев, к которым он обращается. Далее, на слова. «По данной мне от Бога благодати быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священно действие благовестования Божия». Ну, мы сегодня говорили, на собрании упоминалось о том, что мы будем говорить об апостоличности. Кто такой апостол? Апостол посланный. И Господь нас считает всех апостолами, потому что Он, когда возносясь на небо, на облаке, говорил, «Идите по всему миру и проповедуйте». То есть мы и есть апостол, да, брат? Я хотел на первое, с некоторой смелостью. Я бы хотел, чтобы у нас это свершилось в общине, эти слова. Я думаю, пора уже. Ну, хоть у нас, как говорится, Игнать Тихоныч кроткий и смиренный, это понятно. Игнать Тихоныч кроткий и смиренный. А что, меня не слышно? Я громче буду говорить. Я говорю, я говорю, так как Игнать Тихоныч у нас кроткий и смиренный, но слова вот эти, они сильно к нему относятся. Дело все в том, что вот я смотрю, по телевизору выступает Патриарх в субботу с 9 часов, 15 минут говорит, но Патриарх-то уж мог сказать и дольше, конечно, даже 30 минут можно послушать. Но когда послушаешь его 15 минут и думаешь, я бы тебе 5 минут не дал говорить перед людьми, после того, как я послушал Игнать Тихоныч одну минуту. И поэтому, мне кажется, пора уже нашего брата возвращать на кафедру, снимать его и выставлять ролики. Проповедь в храме, нормально все. Сегодня было благовещение, сейчас мы уже выставили Игнатий Тихоныч Лапкин, или брат Игнатий Лапкин выступает, или говорит проповедь. Очень было бы интересно. Это была бы некоторая смелость с его стороны, конечно, потому что не выдерживаем мы таких проповедей, но такие проповеди мы не выдержим. Там в интернете такая толпа, кто тогда может выдержит. Я думаю, Игнатий Игоревич, вам надо пересмотреть свою позицию, хотя бы одну проповедь начать говорить и выставлять. И прям конкретно будет проповедь и в храме последних дней. Там эти были, были, а теперь новые события. Вы сколько уже голосите? Три года? Уже и не только соскучились, это уже, как говорится, даже для нашей общины это смешно. Такой проповедник мы своим слушаем Златоустон. Мы его так почитаем. Вот мы филакта болгарского сейчас разбираем. С дома Златоуста обязательно всех, пускай все читают. А вы будете в храме говорить, ну не можете две проповеди, хорошо, готовьте одну, хорошую, полновесную, мы что, и будем Златоуста еще читать одну. И нам достаточно будет, я думаю. Если хотите две, ну давайте две нам, ну у вас же опять загрузка будет, вам же теперь это закачивать надо, там еще что-то надо будет. Вы же не все. Но тут дело в чем? Дело в том, что это происходит во-первых в храме, пред лицом Божьим. Вы же понимаете, что это уже моление называется? Это совсем, совсем другой уровень. Это не перед камерой сидим дома. И там тоже можно, конечно, быть воспламененным Словом Божьим, пророческое иметь слово. Но тут же братья стоят. И главное, что у него есть что сказать к братьям. Вот у нас братья, вот опять сегодня пришли бритые подбородки, ну они аж лоснятся, ну баб, простите, женщина и женщины. Ну так уже ни в какие рамки не лезет. Они уже выросли из коробки штанишек, как говорят, в проюмах. Поэтому мне кажется, ну он бы сам, брат, не может за себя сказать, но он старший, и ну неприятно просто это уже молчим. Мы на одном из занятий там беседовали, ну и Слово Божье нас натолкнуло на эту мысль, что нужно, чтобы было пламенное пророческое слово, огненное, что называется, служение. А у нас что, братья проповеди читают, я думаю, все проповеди читать тоже тяжело, надо готовиться к ним. Братья выйдут, читают, такие проповеди о кресте, мям, блин, вот это никуда не годится вообще. О ужас, о ужас, ну что, о ужас, но должны все дрожать вокруг. Как сказал Златоуст, ну ужас, тут знаете, там дальше еще ужасней. Вчера хорошее проповеди. А вот вышла книга Слободского о крестном знамени и говорит, во всех книгах до революционных было написано и освещаем грудь на грудь. Я все годы, полвека говорил неправильно, рука должна до пупа подрастить. Я нарисую, вот, до перехода, получается нижняя, сейчас должна быть так. У них получалось вот до сих пор крест-то перевернут, эта частица выше, а сейчас пишут. Ужас, сколько лет учили неправильно, но один благочестивый человек нам подсказал. И главное, книги все теперь оказались, а на них ссылались. Да кто этот благочестивый человек-то? Ну, конечно, нельзя сказать. Я спрашиваю, а кто это написал-то? Без авторства-то. И со всем не мы согласны должны быть. А зачем тогда нужно знать авторство? Скажем, мы же все подписываем, говорим, сказал Иоанн Златоуст. У нас сразу авторитетность, мы знаем, что здесь серьезно сказано, а он сказал правильно, а следующее страницу повернет, и пошел в такое место, что ты не достанешь его. Мне вот интернетисты подарили книгу, Бутов, Вадим был здесь. Ну, допустим, книга 350 страниц. 320 страниц говорит абсолютно правильно, но на последних 30 страницах он уводит тебя туда, где ты даже никогда бы не думал быть. Он доказывает, полностью вливает свое лжеучение там. Мы должны до конца посмотреть это. Ну, ладно, без авторства-то ладно. Википедии приняли и прочее. Надо дальше посмотреть. А теперь меня спросите, а как ты думаешь, писал это православно или неправославно? Вот я начинаю сужать поиск. Мне подпись не нужна, я определяю его, высчитаю где-то. Скажу, что мало похоже. Вы имеете в виду вот эту преамбулу о послании? Ну, конечно. Историческую справку. Ну, ну. Я, конечно, об этом имею в виду, преамбулу. Православный может написать, но может быть только те православные, которые духовно родились, а таких единиц или те, которые пришли из сектантов, стали православными. Здесь пишет человек, который живет этим. Вот это вот. Ты вылыл, то знал, что взять. Это для человека жизнь его здесь. И он неоднократно возвращается к слову священнодействия, благовествования. В Библии это один раз встречается. Это один раз, и я его примил к себе. Я не священник, но я все время совершаю священнодействие. Священнодействие, это в алтаре он там преломляет, притворяет Господь через него. А вот священнодействие. Любая женщина может благовествование. Я еще не знал эти слова. Мне внутрь было положено в первый вечер, когда я обратился. И когда я нахожу, что человек на этих словах ищет что-то где-то, я сразу внимательно смотрю, а кто ты такой? Видно, что про тебя пронзили эти слова. А если ты сидел, только дремал, тебя это никогда не коснется. Вот. Всего только же предисловие. И оно меня уже или сроднит с дальнейшим, и вот после этого, после этого предисловия, мне хочется очень сильно, чтобы дальше не было ошибок никаких. Теперь относительно от проповедей. Я отошел добровольно. У меня проповедь от Ямала для подготовки в храме. Я говорил, четыре проповеди в течение недели, две в субботу, две в воскресенье, а если праздники, предисущие еще, бывало восемь проповедей. Каждая проповедь 20, примерно, средняя 27 минут. Если по круговому году взять-то. Те, которые записывали на монетопон, 1137 проповедей. 1137. Это большая цифра, очень даже, это любой скажет. А не записан, не записан в несколько раз больше. А почему отошел? Послужились слова некоторые толчком. Одна же ко мне приезжает одна из наших сестер и говорит, а дело шло там тоже с этим связано. Вот вы взяли, вот это делает кто у нас? Это круг вас никто не делает. Вот это кто делает? Это вы делает. Вот это кто делает? И вы делаете. Вот это, а мы тогда что делать будем-то? Вы, малейка, то давайте нам тоже эту работу-то поручайте где-то. Она правильно сказала? Правильно. Тут и гадать не надо. Но проповедь, проповедь, он сказал правильно. Мне один епископ сказал, когда я говорил проповедь, он в алтаре был. Я же не только здесь при епископе проповедовал. Для этого у меня наш епископ, дай ему Бог, спасение душевного и здоровья, епископ Евтихий меня рукоположил специально, чтобы я мог проповедовать в храме и при нем. Это с оригеном так же было. Чтобы он мог проповедовать при епископе, и его руку положили. И вот епископ ей говорит, ушли с другого уже, и говорит, вот Гаврил, он проповедь, я места себе не находил в алтаре. Я-то говорю, я его не имел в виду. Он говорил проповедь, это все против меня. А я его жизни даже не знаю. И это я не делаю. И вдруг мне Бог открывает, что это именно так и должно быть. И никто этого не говорил. Да, Бог дает. Моего тут ничего не было. Я, конечно, стал вроде как приглядываться, думаю, он отношение ко мне изменит после этого. Все-таки продрало его Господь крепко. Нет, остался на этом уже. Конечно, я хочу, чтобы такие проповеди были. К этому надо готовиться. Готовиться. Я вчера одному брату сказал, говорю, даже ведете занятия, ну или, кажется, навскидку. Не слушай, я могу сказать, не готовился. Вот готовился, значит, он списал в Википедии, посмотрел, и как. Я к каждой проповеди готовлю с часами. Сейчас я настолько занятый. Вот то, что мы сейчас делаем, мы сейчас только пришли, все это по визам решали, по заездам, по консульствам, по сольствам. И что интересно, помощников Бог дает, о том, не думай, Себастьян активно помогает. Вот тебе и возьми. Но есть вопросы, которые никто не берется, и не могу. Я говорю, нам нужно минимум 12 тысяч на заграницу евро. Ну, 500 тысяч рублей. Ну, при, то, что у меня пенсия 5 тысяч, если я не буду ни пить, ни есть, это нужно 100 месяцев. Это значит, ну, 12, ну, понятное дело, не дожить. Но это на мне. Машину купили, на мне. Потом половину нам нашли. Дальше книги вот эти, это тащил я один, но кто-то помогал. Но я искал. Я ходил по предприятиям везде, и Господь позволил. Вот эти книги лежат перед вами. Я посчитал, но это, не все документы сохранились. Стоит 10-14 миллионов обошлось. Но учитывая мою, и откуда больше у меня дохода нет, нет ни рубля. Значит, что-то неладно. Я тогда прошу братьев, которые едут, давайте хоть поделим на 3 части. Ну, 12 нужно. По 4 тысячи евро наберем. А где он возьмет, где он возьмет, когда он не работает? Он не работает. Ну, я понимаю это дело. Ну, ты-то не работаешь, но и я-то работник такой же. Какой я работник-то? Увидите, бортовья, я вам подбиваю, у тебя бортовья-то зажиточная. Ну, на дело Божие. Хорошие бортовья, одного я знаю, прям готовый помочь. Даже помогал мне. Пойдите куда-то, где-то. Но опять, все на мне лежит на одном. Ну, я не говорю, не надо, я один заплачу за всех. Так это только заграничное. Не считая здесь. В прошлом году только здесь, внутри страны, внутри страны, у нас 222 тысячи ушло на горющее. Нынче-то у нас расстояние-то нисколько не меньше будет. почти-то расстояние, вот в Востоке, Португалию, Лиссабон, да пусть-то вот так придется колесить, да еще через Скандинавию. Ну, понятно, другие деньги. Где? Пошли, перекрестились и все. А мне это вот здесь вот, и я должен днем и ночью стоять и упрашивать, Господи, немощный, ну дай маленькое. Николай Чудотворец, ну подкинь золотишко, ты так любил. Каким-то девам замуж. Мы венчаем Церковь Божию и Христу. Надежду Павловну привлеките. А? Надежду Павловну привлеките. Она уже там. Уже все. Вот какое дело. Так это не только то, о чем я сейчас говорил. А тут вопрос на вопрос, даже вплоть до собаки. А может без собаки поедем? Возиться с ней собакой-то? Я сказал нет. Я намерно с ней связан. У нас был полноценный сон в прошлом году. Везде. Собака нам заменила трех сторожей. И каждый не подходил вешать за собакой. У нас отходили и прочее. И ночью мы ложились спать абсолютно на сто процентов. Даже если заяц пробежал, он говорит, пробежал заяц. Даже сова пролетит, и то он за ней еще побежит утром, что она на нами летает. И вдруг я без собаки поехал бы. Когда она оправдала себя. Это единственная собака в стране у нас теперь будет. Которая от Атлантики до Тихого океана. И там она будет купаться. Я и обещал, в Байкаре купался, плавал. Попил хотя бы. Но я все говорю к тому, что мне нужна помощь какая-то такая, чтобы... Вот конкретно эта просьба. Относительно я отошел от проповеди. Сейчас я поясняю. Я дал место братьям. Мне было очень нелегко отойти. Это моя стихия, как писал писатель Быков. Это моя стихия. Я этим живу. И я вдруг отошел. И вот когда еще идут проповеди, я не хожу назад, а я по-прежнему продолжаю готовиться. То есть я все время прощищу свой автомат. Он у меня каждый день проверяю. Я опять свои минометы проверяю. У меня все на готове. Я их предупредил. Как только не будете две проповеди читать, я сразу буду. У меня не отлучал ни епископ, ни священник, никто. Я отошел добровольно. Я писал стихи. Представьте, что один год 540 стихотворений написано было. 3467. А другой, да там такая бельберда. Там каждое слово стоит на месте. И вдруг я сразу опреживал ни одного. Я вовремя отошел. Они, наверное, уже на боку лежат, пишут или что-то. Для меня я не привязан. Я от интернета могу сегодня отойти, но только возьми. Когда я писал вот эти пленки, берите, даром даю, 3000 сверху. 15 магнитопонов. Весь оригинал сгрушиваю. Никого не нашлось до Москвы. Никто. Один только сказал, если бы на себя растратить, я бы взял верующие. Оригинал. 50 книг начитанных. Златоуз 12 томов. Я говорю оригинал, начитанный. Только теперь покупай пленки. И у меня специальный аппарат в том студии. 15 магнитопонов могут идти одновременно. На скорости в 4 раза больше и плюс на двух дорожках в одном направлении. А слушать нормально 4,7 сантиметра в секунду. Никто. Но нашлись одни люди, говорится, на три буквы. КГБ. Они пришли и забрали. Самые хорошие люди нашлись там. Они все изъяли, поделили. Может, что-то сажать. Я опять возвращаюсь. На готовые уже что есть. Больше читайте. Слова Николая Пальгуева. Пусть с ними ему пройдут сегодня. Некоторые разучились говорить. Помолчи. Мне приятно, что у меня время. Мне приятно, что освободилось время и братья сами теперь идут. Не могу. Вот сейчас были в Москве. И мне уже звонит из больницы Игумен. Что я уже все приготовил. Вы будете проповедь говорить. Я говорю, не буду я отошел. Ну не будешь дома говорить. Ну у меня ты обязан говорить. И наконец я добился, что не буду. Но стоим мы в храме. Я вдруг вижу такое моление. Так он ведет службу. Я сразу послал в алтарь записку. Обстановка меняется. Я готов. Тут же оттуда алтарник выходит. У меня в другую комнату. На руки положили стихарь. Подошли благословения. Из-за алтаря я переоделся. Блестяще золотое. Ну и сказал проповедь. Все. Одну. За эти годы. Не могу сейчас. Братья. Я с вами. Не умолкайте. Но готовьтесь. Даже вот я готовлю златоуста начитывать. Я предварительно смотрю. Как. Как там. Какие слова где-то. Сначала на полях записывал. Не было компьютера. Я перепечатаю. У меня только одно нужно было. Библию знать наизусть. И вот такой пакет славянский. На славянском языке. А я считаю по-русски. Я так сразу по диагонали считаю по-русски. Перевожу, чтобы попасть на русский перевод. Чтобы я его помню. Дальше следующее. Опять. Я не открываю. Не остановлюсь. Вагнитофонов там много крутится. Где их-то остановишь-то? Теперь. Сыркомнославянский я должен переводить на русский мгновенно. Цитировать его. Очень-очень непросто было. Я уставал. Ужасно. Но все это позади. Сегодня более мелкие работы. Они меня уже заставляют сузить свой поиск. И начать в конкретном направлении. Я весь сегодня работаю на отъезд. Но кроме того, я работаю сейчас в этом ютубе. В ютубе выставляю. Представь. Более тысячи роликов загрузил. За эти последние два месяца. Когда скажут, что люди даже не верят. Да какой у вас аппарат? Медленный. Благодаря Вите Петеримову. А то никакого бы не было. А будет лучше. Рады стараться. Не могу. Я благодарю, что у вас желание такое. Готовы слушать. Но не могу. Из-за недостатка времени. Я знаю, мое время ограничено. Мое время жизни на земле. 34-й год идет. 74-й. Это не два. А у меня еще столько дел. И дел-то каких. По завершении, когда я вернусь, сдам отчет. Тогда можно будет говорить. Сейчас у меня. Как я в консульстве буду. Как доказать, что мы приезжаем на два дня. Это транзитное. Как ее? Транзит через государство в Англию. Но мы заезжаем и выезжаем. Такого нет нигде. Я теперь должен убедить визовую службу, что это тоже что транзит. А сам бьюсь теперь через директора Кэстенского института туда. Приглашение было бы, вопросы сняты. Я должен быть там. Горизовский умер, потому что меня никто не пригласил. Ходорковский еще есть. Ходорковский я там был уже. Не тянет. Так что благодарю, брат, за доверие. Прошу продолжать. Аллилуйя. Итак, поданное мне от Бога благодати быть кем? Служителем Иисуса Христа у язычников. И совершать священное действие благовестования Божия. Сообщая речи своей, смиренный, Том говорит. Я не сам восхитил себе честь, но Бог повелел мне это, отделив меня для этого. Не потому, что я был достоин, но по благодати. На что же дана мне благодать? Чтобы быть мне служителем и священником Евангелия. О чем мы в прошлый раз говорили, потому что здесь трижды об этом говорится. Трижды выделено жирным шрифтом, а подчеркнуто, чтобы быть мне служителем, священником Евангелия. Поэтому не вините меня за то, что я говорю к вам. Священство мое в том и состоит, чтобы возвещать Евангелие. А кто осмирится обвинять священника, как приближающего нож к тому, что избрано в жертву? Далее на слова, толкование слова из этого стиха, из 16-го. «Дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Толкование такое. Я, говорит, написал к вам не для того, чтобы вместе с другими народами и вы спасались, и чтобы таким образом приношение язычников было совершенно благоприятно от того, что все приносят Богу плоды. Освящено Духом Святым, то есть духовной жизнью. Ибо освящает не одна вера, но и жизнь. Мы знаем, что вера без дел мертва. Вы как думаете, апостол Павел обладал даром поэтического изложения своих слов? Конечно, Бог дал. Вы заметите, все знали, что благоухание приятное. Это лишь шла ладань, которая левийная колена воскуряла к Богу. И входил к отдельности, 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 к жертву них было. И вдруг апостол Павел это все поворачивает к проповеди. Благоухание, наша работа среди язычников была приятная Богу. Это поэзия высокого смысла. Ну, не стихотворная форма такая изложена-то. И мы должны это увидеть. У него такие необычные обороты, сравнения. Для одних запах живительный, для других смертоносный. Один и тот же человек. Как? От святых бывает. Одни святые такие оживляют, а другие неприятный запах, и голова кружится, и болит. Так и в человеке. Слова должны быть такие, которые обеззараживают, загнивающие вокруг нас. Это слово его обладает, говорят, говорите солью, чтобы оно было. Ну, противника будет намного больше. Если ты елеянно говоришь, ничего не касаясь, в общих чертах, вообще замечательно проповедник. Но коснуйся именно того, где ты находишься. Меня интересует прежде всего вот это. Где я нахожусь? Семья, друзья, община, церковь. Как оно выглядит? И какое благоухание там? И приятное ли Богу мое служение? Я ведь рвусь на это служение, потому что это угодно моему Господу. И пошлю, у меня не выполнилось это. До края вселенной я хочу это показать. Господи, эти слова ты сказал. Ты же не сказал, что это только апостолы будут. А мы это пройдем. С нами вы пройдете. Мы вас с собой берем. Если хорошо, пожертвуйте денег. Вот тут проповедь, да? Пока не давайте, не рубля, а готовьте. Вот это ваше благореставание, оно благоприятно Богу, потому что освящено духом и духовной жизнью. Да. Как вы сказали в обществе лакта Болгарского. А уже где-то в конце мая, тогда уже Людмила Степановна, где она у меня? Вот она. И дадите ей отчет, у кого сколько есть. И мы здесь постараемся размин сделать. Ну, все как положено. А если никто ни рубля не даст, уехали без вас, все равно уедем. И вы нас все равно будете любить и сопровождать. Вы не просто жертвуете, а решите, а та получка полностью отдается. Одна. И вы не умрете. ЖКХ вас не выгодит за ним. Дальше натянете. Поймите мое положение. Я в плену, мне нужно вылезти. У нас уже все, каркас построен. Денег нигде нет. Я вот как приехал, ну, было бы больше где-то. Одна у меня три хлеб стряпает из нашей муки, то другое. И так, считай, что октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, уже апрель. Уже седьмой месяц. Я, кажется, ни одной копейки не потратил, не считая помыться. Еду 10 рублей туда, 12. Все. Не 90, а 100%. Но Бог меня кормит. Людмила Степановна рыбку нам жарит. От лагеря остаются там макароны, картошка есть. И вообще мы сыты и не болеем. Главное, живущие с нами никто не болеет. Разве это мало? Прекрасно. Но мы едем на такое дело, где вам нужно будет участвовать. И апостол Павел говорит, чтобы вы помнили это. Вот он скажет, что он просит деньги. Ну, а Павел говорит, допустим, я хитрость убрал с вас. Допустим. Но воспользовался я чем-то этим. Но я каждому говорю, если ты думаешь, что я их устраищу, проем, там, нехорошее даже скажу, не давай. У нас должно быть все освящено вашей любовью для Бога. Мы просто сделаем более богаче нефтяных магнатов. Это в основном переезды. Ну, вот апостол Павел нас предупреждает, чтобы благодет Духа, Святаго, не угасала в нас. И вот возбуждает нас, брат, к этому. Правда, уверовав и крестившись, мы получили Духа. Все же в это верим? Ибо написано как? Верующий. Так, Марка 16, 16 было написано у нас. Так я попозже скажу. Вот священник мажет и говорит, благодать Духа Святого, благодать Духа Святого. Человек должен как-то это себе заметить. Вчера не было этого крестика на мне маслом, миром, а сегодня есть. И другие заметят это или нет, что на мне теперь другая благодать Духа Святого. Или как-то лишь бы только обряд исполнить и все, стер, помылся и забыл, пошел на свои подвиги. Или все-таки все будут говорить, это другой человек, нет, это он, похож на него. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Нет, и крестившись, а в крещении мы Духа принимаем. Говорит она там сейчас. Ну все, вы уже сказали. Спаси Христос. Спаси Господи. Правду, уверовав и крестившись, мы получили Духа. Но если не будем и жить духовно, то благодать Духа угаснет. Смиряет гордость римлян. Дабы они не почитали ни с кем иметь учителем своим того, кто приводит к Богу все народы. Я еще спрошу, я вмешиваюсь, раз все под Богом будут. Вы когда читаете Библию, дома читаете, у вас бумага-карандаш всегда рядом с собой? Не всегда, но часто. Понимаете, если записываешь такое место именно ко мне, а другое записываешь брату или сестре, я вам обязательно это скажу. Вот это я на собрании скажу. Потому что это откровение Божие. Вчера я даже не думал, что к этому именно относятся. Я прочитал, да конкретно, прям к Евросоюзу относятся. Я им пошлю туда. Мы заедем в Брюссель. Правильно, правильно. Они принимают все. Так вот, Игнатий Тихонович, вот это толкование, вот здесь написано до сих пор, вот это вот, после стиха 17-го, оно относится к 16-му стиху. А вот отсюда вот, это к 17-му уже стиху. Ты можешь сказать, что когда перекомпоновали, мы ошиблись. Не туда вставили вот от отца стих. Может быть такое. Может, я никому про это не говорю, никто не догадается. Я был у одного батюшки, мы учились на священника, три брата родных, я и Аким Павел. Ну, а там приехал один кизион, тоже священник. И нашего учителя, Александра Пьевовара, у которого умер-то, и, ну, начал рассказывать, как он великопостную службу ведет. Он говорит, ну, а вот здесь вот такой трудный переход, как вы делаете? Книги-то нет. Что я понимаю? Совершенно свободно. А как? Нам главное, чтобы не было остановки. Если остановка, народ сразу переглядывается. А я читаю отсюда, могу читать пасхальную, рождественскую. Никто же, батюшка, ничего не понимает. Самое главное, что не останавливало, чтобы все время молотилка работала. Вот и все. Аминь. Чтобы паузы не было. И я особенно за это. Ну, батюшка не дает. Вечно тормозили. Это на службе, так. У нас батюшка смотрит. Но там, где он, священник один, и он не знает. Никто же ничего не знает. Он старается никакой. Лишь бы остановки только не было. Батюшка тормозили. Далее. Послание апостола Павла, 15-я же, глава, 17-й, 19-й стихи. 17-й, 18-й, 19-й. Я прочитаю все три стиха сразу. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в поколении язычников веры, словом и делом, силой знамений и чудес, силой Духа Божия. Так что, благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Возникает вопрос, а кто такой Иллирик? Или что такое Иллирик? Иллирик? Короткая справка. Иллирик – это провинция Римской Республики, основанная на месте Иллирийского царства. Она простиралась от реки Дрин в современной Албании до Истрии на севере современной Хорватии и реки Сава в Боснии и Герцеговине. Центром провинции был город Салоны, расположенный неподалеку от современного города Сплит в Хорватии. Вот что такое Иллирик. У меня вопрос вот такой возник. Когда я прочитал, какое огромное пространство апостол Павел сумел пройти пешком, наши братья едут на машине, а он пешком прошел. Сравнивать-то, что пешком, сколько бы выходили от Барнаула до Владивостока. И обратно. Он пешком ведь ходил, это благовестие-то нес, исполнял служение Евангелия. На ослах много везли ехали. Были ослы. Ну, ослы, да, конечно, были. Личные суда, морские суда были. Ну, поправили меня, братья, правильно. И годами. Тем не менее, он заквасил, какое пространство, сколько людей. Да? Сейчас же, мы по-прежнему, Игнат Техничев, тот же, проповедь везде была. И не растет число наших прихожан? Обещается. По делам, вот я в банк ездила сюда, вот в центр, сюда вот в это. В транспорте, когда едешь, столько много людей обращались с вопросами. Останавливали на дорогах, спрашивали, был у людей какой-то живой интерес. Люди интересовались и спрашивали, задавали вопросы, даже конкретные были вопросы. Даже вот просто видели, когда вот идем, даже с Валей мы шли. Вот один пьяница вот такой уже прям, и он, видать, уставший, останавливает нас. Подошел к нам, у него коральки вот такие, слез падают на это. Я уже устал, матушка, помолитесь за меня. То есть люди обращались, они искали, не мы их искали, нас искали. Сейчас идешь, вот даже все уже знают, уже много знакомых, но никто не спросит. Люди охладели. Вот это мое мнение, что охладели. А причина охлаждения? Примерно года два вот такое. Я не знаю, может быть, материальное благополучие. Хоть мы и говорим, что мы плохо живем, все у нас худо, наверное, нет. Вот, наверное, неплохо. Люди успокоились, живут тихо и мирно. Мир, мирное небо над нами. Никто не бьет, никто не стреляет, никто никуда не гонит. И люди потихоньку, помаленьку угасли. Нету интереса живого. Это вот мое такое мнение. Брат, послание Иеремии, 6 глава, с 29 по 31 стих, говорит, пророки пророчествуют ложь, и священники правят народом посредством этой лжи. И там страшные слова после этого. И народ мой любит это. Да, есть. Вот она причина, в чем. Я это говорил в самом начале, когда начали открывать храмы, они разрушат все. Они будут обольщать, говорить, царство, здоровье, а люди не будут, не знают. Вот у меня были вызовы, даже, представь, в городе, это район целый, все учителя, все завучи. Огромные залы. И не учителя только, а завучи и директора. И ко мне на дом приезжают. Я в тюрьме, сегодня в тюрьме веду занятия, и выступаю по рации. Теперь перекрыть, доступа нет. Я выхожу, две машины стоят из разных ведомств, одна из краевого УВД. Приезжает от меня генерал-лейтенантов Чарнова. Сотников, полковник приехал, Севастян-то всех и знает. Там собрались, сегодня у нас собрание большое, мы не договорились с вами, но я у вас был, сообщили, что где вы. Я туда поехал, оттуда направили меня в тюрьму. И он около тюрьмы стоит, ждет, когда я оттуда выйду. Вот была обстановка какая. И привезли меня в УВД-край, я захожу в полном зал, аудиторию. Это человек 700, наверное, офицеры все. И они ждут. Я приезжаю, всех, почти всех снабжал Библией. У нас поток шел. Мы имели связь с баптистами, с Фрунзе. Сипко, кажется, был такой. Вот через них мы получали. Ни копейки не добавляем. А у нас чуть не в 10 раз дешевле были, выглядели. Я приезжаю домой, у меня там стоит две машины такие. Вот здесь дома, на Никитина. У меня выходят два полковника, разных родов войск. Представьте, танковые. Мы вот сейчас рассуждали, вы просто не успеваете. Наверное, нам надо самолет зафрахтовать, мы вас будем просто перевозить на самолете. Вот какая была жажда. А я говорю, а сейчас здесь, такие на театре луч. Я не знаю, есть или нет, такой сейчас в городе. Волны. Так они меня завели, солдатами накрыли сейчас, и которые стенка, помню, с левой стороны стенка, проход. Они меня вот так вот тянут, чтобы протащить туда, к трибуне. Ничего не знали. Они получали чистейшее молоко. А теперь, одно за мной, везде гонялись священники, гонялись и гонялись. Публиковали просто поганейшие статьи. Но они успевали, Игнатия. А кто такой Игнатий Лапкин? Вопрос и то, и другое. Я знал, что это будет. Ну и что? Ну и вот в этой остановке мы продолжаем трудиться. А наш ареал, то есть район действия, расширился тысячекратно. И поэтому, сколько людей обращается в других местах, в других местах, если их обратить сюда вместе, то их будет больше, чем тогда обращали здесь в Барновлю в одном месте. Это абсолютно определенно. Тут вот еще надо, что иметь в виду. Где мы проехали, оттуда, которые мне пишут, которые люди приблизились, которые отошли к сектантам. Ну, просто надо. Вот вы говорите, прочитали непримиримое. Примирить язычников с евреями. Не примирил их или нет, Павел-то? Ну было, примирил. А ты примири сегодня старых обрядцев, любого толка с православными, которых никонянами называется, нигде, ни разу не было и не будет. Это хуже иудейство. Что вдолбили им? Вот сейчас, ну, книжку прислал воспоминания отец Кирилл, игумен, у которого мы были, да. Он такой простой, настоящий писатель. И как они, а в интернате? А он же один, единственный, который службу ведет по-старобрядческе. У него и шапка старобрядческая, и книги, и люди все с левцевыми стоят. И старобрядцы его клемят больше, чем всех. Это он обманщик, только завлекает, а потом увезти. Мы были, молятся двуперстным, мы только за дверь, а не троеперстным. И он показывает, что все одна ложь. Ему говорят, да как ты можешь терпеть это? Ну, ложь. Так они какие? А тут недавно был патриарх Кирилл, он сфотографировал с ним, и патриарх благословился жить на спасаробрядческе. Это патриархийные, не единоверческие. Ну и что отец Кирилл? Он говорит, конечно, противно все, это больно. Я, говорит, не спал сколько ночей, как они его клеймят. Так они, говорит, только раз и меня. У них митрополит, который сейчас корнили, они его хвосты в гриву своих же, это не афиты называется. А им лишь бы куда-то излить злобу, страшно злобное. И это он все дословно списал и поместил. Он меня спрашивал, а возможно ли как-то когда-то примирение? Я говорю, ни на одну копейку нету. С этими людьми нельзя мириться. Прости, Господи, так как все равно ангелов и демонов примирить? Это невозможно. У них одна ненависть, лютая свирепость. Из-за него, главное, она заступает со старообрядцем, который в айпископ, и говорит, ну вы не обращайте на них внимания. Я говорю, да я не обращаю. Я своим говорю, ну что они мне сделали? Ну ударили там, ну пнули раз по заднюю, ну что это такое. А наши-то, наши православные, старообрядцы, глаза выкалывали. А был я здесь, даже нос не обрезали, им-то пальцы рубили. Я, говорит, вижу во сне, я дома нахожусь, говорит, сон такой, и вдруг дверь открывается, старообрядцы заходят. Я так испугался, и я спрятался под стол, на который перейдут женщины-то, такие, говорит, восковые лица, иконно-писные. И они меня сразу достали, стали меня за уши драть. Да коли ты будешь мешать нам? Он говорит, я люблю вас. Не люби нас! Мы не желаем твоей любви. Я, говорит, писал, он замолк, а потом потихоньку говорит, я все равно вас люблю. Это ее сон такой, и под столом он сидит, и уши ему надрали они. Это соответствие. И все записал. Вот у него я был, был у меня в лагере, в детском, и вот с утра до вечера, до десяти вечера может ходить магнитопон ручком, как Макаров, журналист этот был, Сергей Сергеевич, из Верс. И все абсолютно опубликовал. Когда он меня спросил по второму, через виду свою, как смотрите, что написал. Мне кажется, я говорю, вы то ли от масона закрутили на крыжовником сухом поле свои общины, и вперед не пускаете. Он все это поместил. Понимаешь, вот эта простота настолько к нему располагает. Вот как сегодня сказал вам душа, я просчитал, вот эта открытость, простота. Мы этим привлекаем людей, хотя на первый взгляд кажется, что я людей, ну, о себе все сказал, так они к тебе отвергутся, никого не будет. Не ходят, потому что их прельстили. Причина одна. Им пообещали, ничего не дали, но успели их наполнить до краев ненавистью к тому, что делаем мы. Они ничего не знают. Лапкин, даже юритик. Тот говорит, какой юритик? Ну, не знаю, все говорят, я говорю. Ну, а ты что? Да был в друзьях, я узнал, а я высчитывал. Потом, говорит, точки ставят. Но на душе что-то так тяжело стало. То есть, дойдет когда-то, кто вас любил. Мусульмане с зубами скрижечь от Данила Сысоева. А за 2000 лет, я говорю, никто так не любил их, как Данила Сысоева, которого они убили. Вот и все. Вот поэтому не слушают, потому что не альтернатива, а обман. Сущий обман. Притом, моя вина в том, что я людей направляю в храмы туда. Я их направляю туда. А там, немедленно, только пришли, они сразу же, что вы? Вот это он правильно сказал к нам, послал. Больше не подходите, не говорите. И везде, 240 городов и сел, я везде направляю их там в храмы, где меня будут убивать. Так никто никогда не трудился. Павел образовал, в общем, все. Друзья, у меня нет этого. Я не могу. Но меня Бог на это избрал. А сегодня кто не трудится, и сегодня никого нет. Для всех сделать со всем, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых. А может пробудиться после моей смерти. Так что, брат, молимся, а там уж как Бог и смотрит. Да, ну, и в заключение, может быть, по этому вопросу можно сказать, что нас это, вот то, что сейчас нет такого притока свежих сил, что называется, в нашу общину, в частности, это нас нисколько не должно смущать, потому что сеющий и поревающий ничто, взращивающий только Господь. Все в Его воле. И когда произрастет это семя, мы должны сеять его непременно, потому что Господь нас к этому призвал. Людмила Степановна, хотелось бы сказать. Я как раз, как Игнатий Тихонович, вот сейчас, он прям такой хороший мне ответ по этому вопросу. Когда я шла, мы с Аллой ходили, что-то там, с сектантом носили евангелисты, которые находятся около парка. И потом я возвращалась, и встретилась мне молодая женщина, ну лет ей 30-32. И она увидела, остановилась, ой, и заплакала. Я говорю, вы что плачете-то? Ты мне помоги, ты мне, давай, ну, мне все рассказывала, рассказывала, ну, я ей объясняю, говорю, я говорю, все, вы дальше мне не говорите, я вас уже поняла, и разговариваем. Ну, я говорю, что в церковь, там все ходило, там все чужое, они все стоят, они неприступные. Мне какой-то там, я торопела, и для меня это, ты мне рассказываешь, ты мне что? Я ей дала евангелие, я ей дала сайт, а она потом меня догнала, говорит, нет, вот что значит вот это вот православие-то? Нет, ты сними с себя платок, дай мне его, он мне будет вразумлять. Вот этот у меня был, этот, сняла, отдала уже все. Думаю, только уже часа полтора стояла, платок будет ее, вообще, вообще ужас такое. Это какое-то, это, не знаю, с меня сняла, я уже шла, потом другой платок отдела, с ума. А у тебя-то вот, а в плачках-то женщина. Я ей говорю, был такой, тоже сняла и отдала, возьмите. Это что-то, это мне уже... Вот ты вот дай, вот твой платок, вот дай мне, ну сняла, отдала, сколько я платков вообще раздала, не знаю. Ну может ты истрелила ее, как Павел, а я сегодня в своем. Но я хотел, я хотел сказать, после такого, немножко с юмором, как бы сказано, истории рассказанной, а закончится это все для нас очень, ну для нас трагически, для живых людей, а для церкви закончится просто победой, триумфом, что называется, блаженством. Потому что придет обновление и в церковь придет, а это обновление будет на крови, только на крови и на страданиях верующих людей. Ну потому что нечестивцы, Господь на них не так смотрит, на их страдания, как на страдания даже одного верного. И тогда церковь обновится. Вот возможно, поэтому Господь сейчас и не наполняет истинно верующие храмы, истинно верующие общины, потому что близь при дверях стоит это самое обновление, которое было многократно. Мы особенно вспоминаем часто страшные вот эти обновления церкви, как при Деке. 40 лет церковь не знала уже гонений на Африканском континенте. Это был 250-й год, и вдруг приходит новый император, Декий. Страшный язычник. И сразу начинается тут же один эдикт за другим выпускает, как это при Деклетиане было. То есть тот-то этими же путями шел. Сначала священников запретить книги, начали священнослужители, потом церковнослужители, потом прихожан уже, а потом выпустили. Где христианина встретишь, убивай на месте половина имения твоя. И начались там, и сразу церковь обновилась. Церковь стала, маленькая, но зато христиане были настоящие, твердые христиане стали. Так что, как сказал Господь, не в количестве делов. Не бойся, малое стадо, Господь тебе уготовывает многое. Я ролик здесь записал, так много или мало ценно у Бога. На днях только. Дня три назад. Много или мало. И показывает, что у Бога другой счет идет. Совершенно. И от Христа отходили. А не хотите ли вы из-за огромной толпы, когда накормил там пять тысяч, осталось двенадцать человек всего. Не потому, что он их прикормил, а кому идти. Главное, это двенадцать, поняли, что у тебя глаголы вечной жизни. Вот они, что поняли. Их остановило знание Святой Библии. Больше ничего не было. У православных сегодня этого нет. Они этого сказать не могут. Никак. Вот я поставил мощи все с честью похоронить. Сейчас посмотрел, сто тридцать восемь отзывов уже пришло. За несколько, за не меньше, чем за неделю. Намертво схватились между собой, говорят, в плеч вошли. Невозможно. Я так и думал. По делу-то не говорят. И те, и другие по разговору видно, хорошие люди, те и другие. Одни там протестанты, баптисты. И видно, что он тоже желает приводить места. Но знание Писания прямо мизерное. Совсем не об этом речь идет. Я гляжу, он лишь в места Писания сунуть. Но тебе говорит это. Ну, было бы, он скажет, да, тогда было. Но указаний прямого-то не было, чтобы мощи Елисея выставили в музее. Но не было этого. Не было. Но они не могут сказать ничего. Это уже узость взгляда, супер-узость. У православных кости, кости, кости мои, ну, оживили один раз. Но почему потом больше-то не оживляли-то? А теперь частичку. И Бог знал, допустил, что он разжег эти кости и все. Елисея у костей-то нет нигде. Потому что сделали из этого совсем не то, что требуется. Так вы не признаете, от этого ничего не зависит. К моим мощам не прикасаться. Мощь это труп каждого человека. Так вот у православных понимаешь как? Провозгласят вас святым. Уберут, что вы там против них говорили-то. Ну, а завтра провозгласят и будут резать сапоги мои. Видели? Я заранее сказал, хороните меня в старых сапогах. Как поддам, так и вылетит оттуда сапогом. Это был такой один еврей, епископ Крита Епифаний. Ну, и он там со золотолустом распорился. Не так делал-то совсем. Помогал стариста Едовсе и золотолуста свергнуть. Додумался. А золотолуст ему написал и говорит, ты, Епифаний, многое делаешь не то, в моей парке кого-то руку полагаешь. Да, ну, что неправил-то? А он ему тогда пишет так, а ты там вот там-то того-то сделал-то. Он говорит, тебе домой пора ехать, ты до дома не дойдешь. Он говорит, а тебя в ссылку повезут, до конца не дойдешь. Его вопророчества сбылись. И то, и другое. Христианин, епископ, а евреи посмотреть охота. Ну, а тогда же не было там штаны и там что. Откинул, там все видать. А он ему говорит, не искушайся. Вот не понял еще. Когда он умер, его выставили там, ну, где он лежит в гробу-то. А матрос подошел потихоньку, решил посмотреть. Он из гроба как дал ему ногой-то. Он головой бац, опалубу и сразу помер. И забор собирал. Все. Я тебе сказал, не искушайся. Он даже мертвый его видел и поддал ему так, лучше, чем пиле, чем мяч забивает. Только на это и можно надеяться, что ваш сапог спасет. А так не точно будут раскопать. Православные лютые до мощей лютые. Раскопают и распилят. Несмотря на ту бумагу, которую мы составили. Фотографии замиротучат. Супер, супер, настойчивые бывает православные достижения. Вот это свои цели. Если они задумали достать мощь и прочее. Но если это не так, слово Божие говорит не так, надо прислушаться к этим. Я заповедую не резать моим телом. Я справку сейчас мне выправляют уже. Все. И похоронить. Железный гроб надо законопатить, я думаю. Потому что такие или охрану выставлять прям. Запонять. Ангельскую прям молиться постоянно. Потому что ужас. Помните, как выкрадывали друг у друга мощи-то? Поезд Богородицы пришли, два монаха, обманули эту женщину. Мы забрали поезд, положили туда какую-то тряпку по весу, как кирпич, и ушли. А пускай там разбирается. И пришли, еще хвастают. Вот, глядите, видите, как мы ловко. У нас теперь поезд Богородицы. Теперь все радуются, да, есть, молятся. То ли хорошо, то ли плохо, не поймешь. А почему? Богу так угодно было, раз они не умели хранить святыню. И поэтому ему дали нести голову, и она крестителя. Тела-то нет, а голова-то у христиан осталась. И он его несет. А видит, которые голову-то несут, и она крестителя, а ему передали мешок-то. А он глядит, они идут и дремлет, как у нас некоторые сидят дремлет. Он тогда, говорит, руки в ноги и пошел бежать. И убежал, они за ним гнались, и не могли, он с головой, то утек. И написано, Богу не угодно, чтобы она у них была, потому что они не ревностные были. И он пришел, все объяснил, как его еще и похвалили, еще и награду получили. Да. Ну что сделаешь? А тут бы надо одно. Батюшки на ней спать подходят, батюшка сразу спрашивал, так, на благовестие ходил, в Библию читал, ты покупал или нет Новый Завет? Ты кому дарил или нет? Нет? Ступай. Когда все у тебя будет, придешь на исповедь. Жене святого Севастьяна, это хроматие-то. Его уже разделили, раздавались до гола, крестить, отрекаешься или одел сатаны. Он говорит, здорово живешь. Ну что ты раньше не спросил-то? Он пошел, свои штаны надел, и говорит, ты что спрашиваешь-то? Когда в купеле уже. Жена умерла, у меня две наложницы, две наложницы, как у Золотухина. Ну и пойду я теперь, говорит, наведу порядок, он пришел, садил на всю жизнь, свое имущество там распределил, рабов отпустил, опять пришел, разделся, говорит, готов. Отвлекаюсь. Нужно решительно порвать с прежним. И не думать, а как, что мой Бог, он позволяет надеяться на него. Когда поликар повезли на казнь, и с ним рядом сидели два сенатора, сенаторы это два губернатора, может быть, и уговаривали его, тебя все уважают, любят, и давай, сделай, вот так-то и все. Там ничего не надо, просто хорошее мясо положить. Он говорит, я служу Богу моему, там 50 лет, кажется, он уже говорит, и он ни разу меня не подвел. Как же я к Христу в глаза посмотрю? Им так не понравилось, они его с колесницей сбросили, и повредился он. И когда возвели на костер уже, он говорит, меня привязать не надо, я никуда не уйду, я сам этого желал. Представь, огонь его лижет, захватывает до головы, и он стоит спокойно и смотрит. Тогда видит, что он у него вера, это один воин, достал копье, и через костер ему в бок как ткнул, но то, что произошло дальше, говорит, никто не ожидал. Как будто бы скалу какую пробил, такая кровь хлынула, и костер сразу загасило. Ты скажешь, а я не верю в это. Ну, это разница между верующим и неверующим. А если веришь, почему Бог все может сделать? Ну, все-таки они его убили, закололи, сожгли. Но перед этим Бог показал чудеса, через которые другие люди познали всемогущество Божие. Игнать Игнатьевич, вы не сказали еще братьям-то, они же не знают, это же мы были там рядом вдвоем, сколько бы мест священного, этих, жития святых привели. А мощах-то? Я выставил. Ну, так, ну, вы не сказали просто. Там, прям конкретно, под датами, какие жития святых. Это вообще никто не скажет. И жития святых говорят о том, чтобы ни в коем случае даже волосинку не брали у святого. Я когда все... И там руки отсыхают и отсыхают у всех. Я вот там симфония на жития, ну, я раз 12 их, из всех я выбрал все. Этого никто материала не имеет во всем мире. Теперь он есть, только через нас. Вот представьте, патриарх любит Симеона Столпника. И охота благословения получить. И он подходит к нему и говорит, я тебя хочу в священнике руку положить. А тому не на это он кланяется, ни с кем не разговаривается. И так. И начинает его подряд все вычитывать. И не прикасаясь к нему по устам. Вот оно же прикосновывается, положить Евангелие там на голову. Ничего подобного. Все, ты теперь священник, а тот и кланяется. Теперь приходит благослови в отче Симеоне. Это царь. И он до того его любил, этого Симеона. Когда он умер, хоронили, а патриарх решил у него взять одну волосинку с бороды. А он наказывал не трогать. И только оторвал, видимо, рука сразу отсохла у патриарха. И он сразу задрожал, видимо, другой рукой, приложил волосинку и сразу рука выздоровела. А тут почти вся врежут, мощи везут и прочее. Доказательство того, что многие святые, многие при том, категорически были против. И не прикасайтесь. Где я умру, даже тело моё не перехороните. Даже не обмывайте меня. И похороните меня в сапогах, Евдогин говорит. Я говорю, это не сам придумываю. Не сам. Это Пеодосий говорил, Печерский. Так что, да, действительно, ну зайдёте, в эфир найдёте. Можешь сейчас захоронить с честью. В гугл запустили. Я в гугле, там уже есть этот ролик. Но опровергнуть ни один человек на земле не сможет. Никак. Тем более, я привожу места Библии, баптисты их не опровергают. Они верят в Библию. А православные наткнулись и шитья. И они ничего не могут. И они теперь сбоку там, ну вокруг колокольни повизгивают, бегают, лают, кусаются. Время. Молимся. Так, вы это, можете сидеть. Вы никогда ни с кем это, ну не советуетесь даже садиться. Когда вам нужно, тогда и садитесь, и отдыхайте. Главное, чтобы вы не повредились. Вот это для нас будет тогда большое несчастье. Если некуда даже идти к нам, пожалуйста, заходи в Надежу Васильевну и прекрасно. Вот Леночка тебя отведет. Она в этом дворе. кто вы молитесь? Вы? Я. Молитесь и молитесь. Боже, милости, будь мне грешным. Создав у меня, Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил. Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы Святых Отец Наши, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, Утешителю Души Истины, Иже Везде Сын, И вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, при идее вселись овны и очистенной от всяких скверно и спаси блажи души наша. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресной, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святые посетие, ссыли немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну И Святому Духу ныне пресно И вовеки веков, аминь Отче наш, ежеси на небесе Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет Воля Твоя, яко на небесе и на земле Хлеб наш насущный Дашь нам днесь, и остави Нам долги наши, яко же и мы оставляем Должником нашим, и не веди Нас во искушение, но избави Нас от лука вагом Ибо Твое есть царство, силы И слава вовеки, аминь Господи Боже наш, слава Тебе Наш Бог Иегова Хвала Тебе Ам вовочи Свят, свят, свят Господь Вся земля полна Слава Его, аллилуйя Слава Вышней Богу На земле мир, человек и благоволение Аллилуйя Благодарю Тебя, Господь, за день Когда даровал веру в Тебя, страх Пред Тобой, ожидание суда Божия За день, когда вручил Мне Святую Библию И указал на толкование Святых Отцов Хвала Тебе Сохрани нас в Святой Православной Церкви И не подражать беззаконным Но взирать на Тебя На начальника, совершителя веры Преобразуясь в образ Твой Аллилуйя Благодарю Тебя, Господи, за всех Кто трудился над моей душой Заботьтесь о ее возрастании Воздай милости Твоей Михаилу и Анну Через которых я получил Слово Божие Пресвятая Госпожа Богородица Пресвятая Дева Мария Матерь Христа Бога нашего Спаси нас молитвами Благодарю Тебя, Матерь Божия Что сохранила от падения и сокрушения Предательства и измены молодуши Уныния и отчаяния И впредь не оставь Твоим попечением Аллилуйя Ангел Христов Хранитель мой, Святой Моли Бога, мне грешнее Добрый мой, Ангел Сколько лет Ты хранил душу мою И в путешествиях В тесных обстоятельствах, в вузах Хвала Господу нашему за Тебя Благодарю Тебя, Ангел Не покинясь в смертный час Когда душа моя будет разлучаться с телом И проведи ее по страшным непонятным мытарствам И веди навеки в вечное Царство Христа Бога нашего Аллилуйя Иоанн Креститель Предтеча Христу Моли Бога о нас Господи, научи нас жить и в бедности Имея пропитание и одежду Быть довольным и благочестивым И не участвовать в бесплодных делах тьмы Но и обличать царей и начальствующих Господи, положи на сердце добрым людям Помочь нам И сдать книги Господи, Ты сам благослови нас Совершить это путешествие И благовестие, если угодно тебе А если это не по воле Твоей, поставь непредалимое препятствие И услыши молитву всех, молящихся об этом деле Аллилуйя, Аллилуйя Святителю Христову Никола, моли Бога о нас Благодарю за усыщенную молитву о людях, о животных Никола Чудотворец, то моли Господа Бога Да пошлет нам необходимое все Для благовестия И посеянное в прошлые времена Сам все сохрани От лукавства священников и злобы неверующих Аллилуйя Святой Пророк Илья Елисей Все святые пророки, молите Бога о нас Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою Дабы день прихода Твоего нашего отшествия Не застав нас не готовыми На высшую нас встречу Тебе Неся горящие светильники и сосуды Полные и лея добрых дел Соденанным в Духе Святом с любовью Аллилуйя Святые мужчины и мужчины, молите Бога о нас Климент Римский, Климент Анкирский, 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 Некомедийский, Георгий Победносис, Пантелеем, Монсор и Святых Мучеников Дабы никто из нас не принял печати Начертания зверя Антихриста Дай веру детям Господи Защити и помилуй Святителю Христу Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златового, Сапанасий Великий, Прямсирин Серафим Старовский, Иоанн Кронштадтский, Игнатий Бричанинов Феофан, Затворник Александр Невский Вступи за эту землю погибающую Дадаст Господь страх народу своему Аллилуйя Молите Бога о нас, цветы, жены и девы Фехла, первомущельница, Фатина, Самарина, Феврония Вера, Надежда, Любовь, Матер София, Наталья, Адриан Варвара, Екатерина, Перепетвая, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила Твоей. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле, и услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, и прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них, спаси их с их охране, и на врагов пролей милость, уменьшись сердца правителей и патриарха, благослови священников и епископов, любите истину Твою, и всюду распространять благоухание, благовествование. Хвала Тебе за все, Отец и Святой Дух, аминь. Аминь. Говори, Господи, с нами, слушай ты, слышай, раб Твой. Аминь. Во славу Божию, с мира Божия. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.